Бегзот Нурматов Бегзот впал в кому после боя, сообщили журналистам близкие спортсмена. Бегзот будет похоронен в Узбекистане. Мусульманские ученые считают, что такие виды спорта, как ММА, являются запрещенными для мусульман, поскольку нанесение ударов по лицу и вообще любого вреда себе или кому-либо является запретным в исламе. И это уже не говоря о том, что спортсмены выходят на ринг для потехи публики в неподобающей одежде. Данное событие прокомментировал узбекский блогер Махмуд Абдульмумин. Что касается боев на ринге, люди приходят на это представление и платят деньги за это шоу, в котором дерутся двое соперников. Кто-то наживается на это. Все это является издевательством над человеком и делается ради забавы. Существуют люди, которые устраивают бои между животными и зарабатывают на этом. И происходящие в наше время бои на ринге являются аналогом этого. В капиталистическом обществе это является нормальным. Теперь изучим вопрос с точки зрения ислама. Есть шариатские тексты, которые открыты и категорично запрещают бить по лицу не только людей, но даже животных. Передаются слова Бухурайры, доводит доволен им Аллах, что пророк, когда благословит его Аллах и приветствует, сказал «Когда бьете, то не наносите удары по морде животного». Аллах, субханаху тааля, запрещает бить по лицу даже животных, не говоря уже о человеке. Кроме того, в последнее время участились случаи, когда мусульманин участвует в подобных боях и побеждает своего соперника. Некоторые люди пытаются связать данную победу с исламом. Например, взять хотя бы бои Хабиба Нурмагомедова. Если он выходит на ринг против бойца другой религии и побеждает своего соперника, люди считают это победой ислама. Если Хабиб участвует в подобных боях и при этом получает благодарность от Курдина, то это не является победой ислама, а наоборот. Ислам порицает подобные действия. Аллах говорит в Коране, мы почтили сынов Адама. Мы с ним санды боласыны улыб кылдый, деген. Хабиб! Салам алейкум!